Илья, в это воскресенье прошел просто мега бой между Дастином Парье и Дэном Кукером. Это была нереальная заруба, и их битва вышла на третье место по значимым ударам в истории легкого веса. Мужики набрали на двоих 308 точных ударов и оказались третьими сразу после поединка Тони Фергюсона и Рафы Досаниаса, где было 320 ударов, и после еще одной войны от Дастина Парье, когда он победил Макса Холлоуэя. Тогда, кстати, парни настреляли 359 ударов. Бой был просто с ног сшибательный. Теперь очень хочется посмотреть поединок Парье и Фергюсона. Будет круто, ставь лайк, если согласен. Парье и Фергюсона? Круто-то круто. Только вот зачем это нужно Дастину? Он провел жесткий бой против Хукера, проявил чемпионский характер, и теперь, как мне кажется, ему стоит отдохнуть, восстановиться и дождаться, чем-то закончится бой Хабиба и Гейджи. Бой Хабиба и Гейджи не его забота. Сейчас им с Тони нужно решить, кто будет следующим претендентом. Тем более, если вдруг победит Джастин, UFC точно сделает реванш, и тогда Парье вообще рискует остаться надолго без работы. Потому я и говорю, нужно дождаться развязки в противостоянии двух чемпов. А дальше, если Хабиб победит, я уверен, что именно Даймон получит право на реванш с Нурмагомедовым вместе с титульным шансом. Мужики, напишите в комменты, что Дастин после такого побоища точно заслужил титули. А если не согласен, аргументы в студию! Для затравочки скажу вот что. Тони Фергюсон до недавних пор не проигрывал 8 лет, а также держал рекордную наряду с Хабибом серию из 12 побед к ряду в легком весе. Тони – это икона лайтвейта UFC и настоящий воин. Да, спору нет, он оступился впервые за 8 лет и проиграл очень опасному сопернику Джастину Гейджи. Но и в том бою он имел отличные шансы, мощно попал апперкотом в конце второго раунда и чуть не отключил стойкого Джастина. Бой он проиграл, но сбрасывать его со счетов просто неуважительно. Я респектую Парье, это прирожденный боец и жесткий мужик. Но будет честно, если они с Тони в очном бою решат, кто же достоин следующим попытаться оспорить звание Чемпа в легком весе UFC. Для начала просто гляньте, кого побеждал Тони в последних боях. Рафаэль Досанес, Кевин Ли, Энтони Пэттис, Ковбой Сирона – старики и бойцы, чей срок годности уже истек. Дойдя до первого же монстра из топа дивизиона, Тони сразу же так огреб, что смотреть было жалко. Парье же за последнее время перебил весь топ легкого веса, да еще и по пути зацепил жесточайшего Макса Холуэя. Я не вижу никакого смысла Дастину еще и размениваться на близкого к пенсии Фергюсона. Парье уже все доказал. Он в очередной раз в эти выходные побил топового легковеса. И следующий, логичный для него бой – это бой за титул и точка. На второе скажу простую истину. Да, пусть Тони сейчас и оказался ниже Дастина в рейтингах. Матчмейкеры главного промоушена редко когда руководствуются рейтингами. Во главе всегда стоит зрелищность и возможность раскрутки боя. Но в данном случае Тони и по этому параметру обставил Дастина. Если, конечно, Хабиб останется чемпионом. Ведь Парье совсем недавно дрался с Турмагомедовым. И бой, по большому счету, получился несложным для россиянина. За исключением пары моментов Орел полностью контролировал происходящее в клетке. И ожидаемо задушил американцев. А вот бой Хабиба и Тони – ну об этом попозже. Также хочу отметить, что не все так однозначно было в бою Даймонда и Орла. Хабиб, конечно же, контролировал бой, но все-таки были беспокойные моменты. Дастин разок очень неплохо попал по чемпиону, а потом и вовсе накинул очень жесткую гильотину. Вот что недавно Парье сказал по поводу этого захвата. Захват был плотным, максимально плотным, но против лучших бойцов мира даже тончайшая деталь. Этим удушением я многих бойцов задушил. Мне следовало перейти в полный гард, чтобы контролировать полностью его тело и бедра. Но если в 90 случаях хватает и этого, то в 10 или 5 процентов, которым принадлежит Хабиб, это не сработает. Дастин действительно был близок и осознал свою ошибку. Ведь сделав он все правильно, сейчас именно он был бы чемпионом. Конечно, Орел это непревзойденный мастер и настоящий чемпи. Но я уверен, что Даймонд в реванше точно составит ему жесткую конкуренцию. Ну что ж, финальный аргумент. И он вполне логичен, ведь история Тони и Хабиба выглядит как невероятно интересная спортивная драма. Бой этих двух крутейших атлетов срывался 5 раз. И казалось, что Гейджи окончательно похоронил надежду на то, что мы когда-либо увидим этот поединок. Но не все так категорично. Тони все равно остался в прекрасной позиции. Он проиграл на коротком уведомлении, при том, что готовился он к борцу высочайшего уровня. И явно не планировал биться 5 раундов в стойке с одним из самых непробиваемых чуваков в дивизионе. Плюсом, Тони, к большому сожалению, зачем-то согнал вес к 19 апреля. А затем ему снова пришлось заниматься весогонкой. Уже к 9 мая. Всего через 2 недели. Это, конечно, наложило свой отпечаток. Исходя из всего этого, мы можем понять причину его поражения Джастину. И в таком случае будет глупо думать, что Тони сдулся. Тони все тот же опаснейший ублюдок, который может в клетке все что угодно. И сейчас у него появился шанс доказать это. В случае, если Хабиб пройдет Гейджи, а Тони пройдет Парье, он докажет, что он единственный, кто достоин попытки забрать пояс. И нас с вами будет ждать заветный бой двух лучших легковесов прошедшего десятилетия. А там, чем черт не шутит, подготовленный под конкретного бойца Тони может сделать грязь. Да и фанаты даже в шестой раз будут с нетерпением ждать этой эпичнейшей схватки. Битвы не столько за пояс UFC, сколько за собственное наследие Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюс. И напоследок хочется отметить, что Тони уже прошел свой пик. И это мы увидели в бою с Гейджи. А Дастин на него только выходит. Он победил техническим нокаутом крепкого Эдди Альвареса, перебил в стойке специалиста по толковым рубкам Макса Холлоуэра, удосрочил того самого Гейджи, который уработал Тони и стал временным чемпом. И в крайнем поединке проявил сердце льва и настоящего чемпиона. Остудив пыл мотивированного Дэна Хукера, Дастин доказал кровью и потом свое право на чемпионский бой. И никакой поединок с Фергюсоном ему попросту не нужен. Парье уже сделал все, что от него требовалось. И теперь осталось лишь дождаться своего шанса и попытаться его сполна воспользоваться. Слушай, ну никто просто не поймет, если Парье получит титульник в обход боя с Тони. Фергюсон – живая легенда дивизиона. И я думаю, сам Даймонд хочет проверить себя, получив такой вызов. Фергюсона уже проверил Гейджи, а для Парье это пустая трата времени. Да уж, ты конкретно не прав в этой ситуации. Конечно, не факт, что Тони сможет победить Дастина, но то, что их бой обязан произойти, как по мне, даже обсуждению не подлежит. Ребят, кто согласен, ставьте лайк и напишите свою точку зрения по этому вопросу в комментах. При всем уважении за былые заслуги, по моему мнению, Тони спекся. И пора дать дорогу молодым. А соглашаться с этим или нет – решать вам. Это канал Этс Тайм. Подпишись, если еще не подписан. Дальше будет только круче. И пробей свой бойцовский лайк. Это Иван Невумин. Это Илья Герасимов. Пока. Пока, да. Все? Похоже на то. В это воскресенье прошел просто мега бой. Да, мега бой. И никакой поединок с Вергюсоном. Вот так вот делать не нужно. Вот что недавно Парье сказал по поводу этого захвата. Захват был плотным. Максимально плотным. Продолжение следует.